Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут журналисты целикомпании город. Сельские неряхи, хозяева лишь четырех из 18 захламленных территорий, оказались ответственными. Церковь со счастливой судьбой. В селе Ли этого Рыбновского района храм пережил несколько эпох. Свидания на театральной. Лучшие спектакли и пьесы о любви представит Рязанский театр драмы. Почти 906 миллионов рублей дополнительно получит Рязанская область на строительство дорог внутри сельских территорий. Об этом со ссылкой на Павла Малкова сообщает сайт регионального правительства. По словам губернатора, всего таких участков будет 12. Все они ведут к значимым объектам агропромышленного комплекса. Новые участки, соединяющие с опорной автодорожной сетью животноводческие комплексы, ремонтные мастерские, склады хранения продукции, производственные цеха, появятся в Сассовском, Александроневском, Рязанском, Сапожковском, Михайловском, Ряжском, Захаровском районах. И, как заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, в 2023 году объем средств на поддержку села увеличится по сравнению с текущим годом на четверть. Захламил зеленую зону – получи штраф. И зачастую на практике встречаются случаи, когда арендаторы земельных участков специально накапливают штрафы и платить по ним не хотят. На этот раз такой фортель не прошел. Две с половиной тысячи квадратных метров мусора. Это и шиферы, ДСП, пластик, стекло и многое другое. Такую самодельную свалку обнаружили сотрудники Россельхознадзора при выездном обследовании. В мае сотрудники выехали в село Федотьево, что в Спасском районе. Как итог, выдали предписание. Данная мера у нас оказалась эффективной. Профилактическое мероприятие проведено. Но это скорее исключение из правил посетовал Вячеслав Шульгин. В этом году сотрудниками Россельхознадзора зафиксированы 18 захламленных земельных участков общей площадью больше 4,5 гектаров. Например, свалка близ села Коростова. 3 августа вместе с сотрудниками Россельхознадзора и представителями МЧС на обследование участка побывала и наша съемочная группа. Поездки и вовсе могло не быть. Сейчас действуют запрет на выездные и контрольно-надзорные мероприятия. Однако рязанские специалисты все же добились проверки. Стоит отдать им должное. Это была единственная выездная проверка Россельхознадзора во всей России, говорят сотрудники. Материалы были направлены на согласование в прокуратуру. Прокуратура согласилась с проведением, несмотря на мораторий действующего законодательства на проведение проверок. Увидела в этом угрозу жизни и здоровью. Проверку нам согласовали, мы провели и наказали владельца земельного участка административным штрафом. Размер штрафа у него составил 60 тысяч рублей на должностное лицо. К положительным примерам можно отнести свалку в селе Дубровиче. Собственник признал свою вину и уже спешно убирает мусор. Сотрудники Россельхознадзора видят проблему загрязнения сельхозтерриторий в том, что собственники участки не засеивают. Поэтому и свозят люди мусор на, казалось бы, неплодородные земли. В целом же динамика скорее отрицательная. Из общего захламления в 4,5 гектара убрано лишь 40 соток. Остальные же собственники копят предписания. Возможно, скоро начнут копить и штрафы. А затем разрабатывать проекты рекультивации. В ускоренном темпе. В ноябре все организации высшего образования отмечают День развития науки. В Рязанской области научными исследованиями и разработками занимаются 26 организаций. По данным Резстата, уровень инновационной активности предприятий средний – 12,5%. Рязанский политех – один из тех вузов, которые поддерживают эту цифру на стабильном уровне. Рязанский политех – один из самых статусных вузов региона. В первую очередь из-за подхода к обучению. Во-первых, здесь уже на втором-третьем курсе студенты получают рабочую специальность. А во-вторых, все научные работы и изыскания, будь то курсовая или диплом, здесь делают не в стол, а для конкретного предприятия. И получается, что участие политеха в научной деятельности не какое-то там гипотетическое, а вполне себе предметное. Мы пошли по другому пути. Только заказные, согласованные с работодателем. Есть заказ – есть работа. Нет заказа – значит, мы, соответственно, обращаемся к нашим союзам машиностроителей, союзам строителей, нашим предприятиям и говорим, пожалуйста, мы готовы в рамках учебной работы абсолютно бесплатно выполнить ту или иную работу. Работать в симбиозе с промышленными предприятиями – отличительная особенность Рязанского политеха. Если учесть, что солидное число руководителей региональных компаний – сами выпускники этого вуза, то это самое что ни на есть целевое обучение. Процент трудоустройства после окончания политеха – один из самых высоких не только в области, но и в округе. Каждый второй, причем во время обучения. Понятно, что без серьезного преподавательского состава нынешних успехов у политеха не было бы, а качество подготовки – это в том числе и достойный зарплатный фонд. В прошлом году мы смогли поднять зарплату преподавательского состава на 15%. В этом году мы подняли зарплату преподавательского состава на 10%. То есть каждый год не менее 10% мы индексируем зарплату ППС. Тем самым мы, соответственно, привлекаем к себе хорошие кадры. И второй момент – мы используем наши, опять же, базы практической подготовки, чтобы практики преподавали у нас именно с этих предприятий и организаций. Почему профессия инженера в ближайшее время станет самой востребованной? Какую зарплату для выпускников политеха его руководитель считает достойной? И когда в вузе день открытых дверей, смотрите в программе «Городские встречи», которая выйдет на нашем канале в самое ближайшее время. В Рязанской области, как известно, множество старинных церквей. Одни давно заброшены, в других же, наоборот, службы идут до сих пор. Об одной из таких, которую по праву называют церковью со счастливой судьбой, расскажем далее. Эта каменная церковь в селе Летово официально построена в начале 20 века. Впрочем, первые упоминания о ней зафиксированы еще в окладных книгах за 1676 год. Со временем храм пришел в ветхость, и спустя почти 200 лет на его месте построили новую церковь. Деньгами помог тутушный помещик, но время не пощадило даже новую постройку. И вновь на помощь пришел местечковый краудфандинг. Была отстроена новая, уже каменная церковь. Век гонения на христиан и повального разрушения церквей храм в селе Летово так и остался нетронутым. Службы здесь продолжались до 1937 года. Храм построен в честь святых бессеребренников Космы и Дамиана. Эти люди жили на заре христианства. Оба выучились, как тогда говорили, на врачебное дело, а мать привела им любовь к Богу. Они и лечили бесплатно, опираясь на заповедь. Даром получил, даром давай. Поэтому и стали они бессеребренниками, то есть святыми, которых ценили за бескорыстие. Врачевали они через веру. Первое, что спрашивали у пациента, веришь ли ты во Христа. Они не свои силы исцеляли. У них была благодать Божия. Господь посредством их исцелял. Естественно, была у них любовь. И любовь к людям. И они не только к ним приходили. Они сами ходили. По городам, по весам. И цели не только людей, но и животных. 14 ноября храм бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана встретил свой престольный праздник. По доброй традиции начали с крестного хода. Также в этот день по доброй традиции чтят память тех, кто служил в этом храме. Здесь начинали свой путь два будущих архиерея. Также около двух лет вторым священником в храме был Иоанн Крестьянкин, которому после ссылки запрещали служить в Москве. Старожилы до сих пор вспоминают, как детьми бегали за советом к мудрому старцу. До сих пор в храме стоит его посох. Бегал к нему за советом и будущий протеерей Иоанн Аверин. Там он дал совет, не уезжай никуда, оставайся здесь. И до сих пор протеерей является настоятелем храма бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Также помогает с советом и добрым словом. В Рязани стартовал фестиваль «Свидание на Театральной». На сцене Театра драмы рязанцы увидят лучшие спектакли о любви из разных уголков нашей страны. И не только. Открылся седьмой по счету фестиваль спектаклем «Бег» по Булгакову. Встречайте, Театр на Литийном Санкт-Петербурга. В источниках пишут, что услышав пьесу Михаила Булгакова в авторском прочтении, Максим Горький назвал ее превосходнейшей комедией с глубоким, умело скрытым сатирическим содержанием и предрекал ей большой сценический успех. Однако при жизни Михаила Афанасьевича она так и не была поставлена. В Театре на Литийном спектакль стал режиссерским дебютом Романа Агеева, артиста и киноактера. Весьма известные пьесы, которые известны у нас по фильму, вполне звездному. И кто-то, наверное, знаком и с самим произведением. Здесь попытка сделать такое открыто-театральное прочтение, подчеркнуто-театральное прочтение с использованием языка и клоунады, и цирка, и, может быть, немого кино, концерта. В общем, ну, такой вот открыто-театральный, гротескный прочтение данного конкретного произведения. Главной темой сам режиссер обозначил утопическое чувство любви к родине, проявленное в среде снов. Сны – это мистическая дверь, которую открывают персонажи. Зрителям явилось гротескное, сумасбродное действие с непредсказуемыми ситуациями и драматическими сюжетными поворотами. – Эстетика этого спектакля может быть немножко подверстана еще и под историю театра на Литейном, который, понимаете, вообще историю интересную, потому что это же имение графа Шереметьева, да, и когда-то на этом месте вообще был лошадиный манеж, например, да, то есть цирк, пожалуйста, лошадиная выездка, вот как бы этот контекст тоже есть. Потом действительно был театр ужаса, театр Гиньоля, то есть это из Парижа пришедший к нам. Перед нами театр, имеющий такую своеобразную историю, вот, и может быть в данном случае я просто даже не подумал об этом. Вы сейчас сказали, я подумал, что может быть Роман Агеев действительно немножко играет с историей этого театра. Репетировали спектакль три года. На сцене он с декабря 2021-го. Ну, я давно увлекаюсь пластическими тренингами, пластикой, и поэтому тут как-то совпало желание актеров, мое попробовать что-то. Безвыходная была ситуация, все начали пластически двигаться, ну, и как-то совершенствоваться. Кто-то может, ну, воспринимать такую, ну, как бы движенческую штуку, и это будет раздражать. Ну, это же не, как говорил второй мой педагог, и многие люди у нас в Питере, спектакль не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Везде будет свой зритель, везде. То есть где-то его будет больше, то есть где-то там будет спектакль, на котором будет в антракте уходить, к сожалению. Фестиваль продлится до 20 ноября. У вас еще есть возможность попасть на другие спектакли, свидание на театральной. Афиша на сайте театра и в социальных сетях. Коренная смена времен года произойдет в Центральной России на предстоящей неделе. А снегопады и морозы начнутся в Рязани в ближайшее время. Рубиконом между осенью и зимой станет вторник, 15 ноября. Столбики термометра закрепятся на отрицательных отметках, а уже к вечеру пойдет снег, который усилится в ночь на среду, 16 ноября. Далее о погоде. Облачная погода с прояснениями. Небольшой снег и гололедец, а также от 2 градусов мороза. Такова обстановка в Рязанской области во вторник, 15 ноября. Днем в Рязани температура воздуха составила от минус 2 градусов до нулевой отметки. Ночью ожидается понижение вплоть до 4 градусов мороза. На территории региона сегодня было от минус 4 до плюс 1 градусов в дневное время суток и до 6 градусов ниже нуля ожидает в ночное. Ветер южного направления со скоростью 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Уже в ближайшие дни показатели термометров отобразят температуры на минусовом уровне и уже не будут подниматься выше нуля. В Рязани области установится небольшой, но постоянный снежный покров. Причем в выходные, по прогнозам, высота сугробов в Рязани может достичь 8, а в области 10 сантиметров. На водоемах начнется ледостав. Температура воздуха на неделе составит минус 5, минус 10 градусов ночью и минус 2, минус 7 днем. Несмотря на то, что метеозима наступает с опозданием в 5 суток, говорят специалисты, снежный покров начнет формироваться раньше положенной средней даты его появления почти на 2 недели. Кроме того, по мнению некоторых синоптиков, такая стремительная смена погоды является визитной карточкой смены климата. Еще на прошлой неделе спасатели предупреждали жителей региона о сильном ветре с порывами до 23 метров в секунду. Водителям рекомендовали соблюдать скорость и дистанцию между машинами, а пешеходам избегать рекламных и шатких конструкций. А воздух прогревался до 12 градусов тепла. И это были последние теплые дни перед долгими морозами. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова